Через 10 минут, даже чётчику пораньше, начнётся один из центральных поединков сего дня. В континентальной хоккейной лиге местный авангард принимает московская «Динамо». Опять шайба у ворот московского «Динамо», за воротами московского «Динамо». Субботка выкатывается, и как пустые ворота можно было промахнуться, пережоги, но это вообще тайна сия велика есть. Ну как? Авангард атакует чаще, Авангард атакует поострее, но «Динамо» на удивление спокойно. Не на удивление, прогнозируемо спокойно на выигры, это вот именно «Динамо» открывает в этом матче счёт. Немножко завязли в атаке о мячи. И вот эта тяганаль через сезон на дальнюю штангу прошла. Дальше «Авангард» идёт вперёд, попок, не лишний ли это фазбол? Сложно разобраться в зоне московского «Динамо». Певцакин, Куляш и Калинин с партнёрами в атаке у «Авангарда». Певцакин идёт на пятачок, Куляш остаётся на синий. Калинин! Может быть, даже слишком близко было. Куляш! Бросок! Мимо! Ну а дальше всё на круге своя, до сходной точки возвращается. Куляш! Бросок с кистей, попытка добить! И Широченков опять справляется. Калинин! Паршин! Ближний угол, Денис Паршин! И опять шайба не проходит в ворота. Но вы знаете, тут уже, по-моему, из совершенно убойной позиции всё равно пошёл пас направо на Паршина. Органировали. Первый раз после передачи Попова. Алиня Ныков в бросок Куляша. Игравший на пятачке Певцакин чуть не добивает. Ну а здесь чуть не в штангу попадает. Да, в штангу попадает Паршин. Бросая в ближний угол. Густавсан. Далговинч! Рейзик шайбу отбивает. Пискушко тут вроде не дают ему добить. Пока арбитр фиксирует попадание шайбы в ворота. Динамовцы, как это водится, подобная ситуация поздравляют друг друга. Трибуны свистят. Так что я не исключаю того, что будет и просмотр этого эпизона. Ну, просмотр нами, телезрителями, будет обязательно. Мытки на голубых сейчас. Карпапс. Ой, как разыграли! Как раскатали! И пас на пустые ворота даст благодарность Алексей Цветков. Сейчас едет. Потому что, конечно, здесь, ну как, опять что, менять вратаря? Сумма не ноль. Но Рейзик ни в чем не виноват. Развезли просто по-королевски Динамо. Динамо бросал не менее реже. И моменты имел. А проиграл на ноль. И проиграл крупно. И пока в контурах очень похожий матч. Разно сей раз они, че играют на собственном углу. Вот моменты первушина. Защита на шайба. Пока что арбитр, во-первых, буду говорить, пока что. Настоятельно. Пытался туда ее забить форвард четвертого звена. Очень старался. Ну и две шайбы отстали. Пережоден. Собака. Ух ты! Сантиметры какие-то с разворота. Да-да-да. И это совершенно не нравится Виталин Шо. Потому что вся игра, поворот Шарачевского проходит. И гол, как говорится, назревает. Вот Армаданову получили. Один был четверот. Живший клуб в восемь. Вот Армаданову. Как вчера это разбрасывали. Первый день, что мы разбрасывали в игру, сел и играл с тех пор. Сейчас четыре подряд проиграли. Бросок поворота. Пердников атаковал. Ну и так, на всякий случай, отмечу, что форвард четвертого звена. Единственная шайба забила авангарда. А Динамо продолжает раскатывать соперника. И очень холодно, делово, спокойно, с присущим вам мастерством Николай Сжаргер. Загоняет шайбу в ближний верхний угол. Попробуйте сказать, что Виталин Шо декабрина не взял тайм-аут. Перестали успевать какие-то авангарды. Как и в первом периоде, так и в втором. Ничего утомленного не смотрится. Паршин. Передача. Ох. Это ничем не хуже жеркенской шайбы. Во-первых, Паршин сыграл роскошно. Казалось, все уже упустил. С воротами сбризился, не бросил. Поперек пас не проходит. Тому сделал назад на Александра Попова. Но и тот исполнил. Лучше исполнил, так исполнил. Четыре-два. Пережоген. Прыгает шайба. Бросок. Как опасно было. Чуть-чуть не хватило. Динамо без фолов отбилось. Без удалений. Ну и самое главное, без пропущенной шайбы. А теперь Жан само контратакует. И Дауговин забивает пятую. Наверное, решая исход. И здесь уже вратарская ошибка. Налицо. У авангарда было несколько моментов. Куда более пригодных для того, чтобы забросить шайбу. Но этого сделать не удалось. А три отыграть за 10 неполных минут. Но Калинин молодец. Уже лежа оставляет шайбу для партнера. Пережоген. И начинается потасовка. Там Робинсон, по-моему, Жердев с Соботкой. Робинсон с Калинином, по-моему, так сцепили здесь. Но Соботка никуда не собирался, все-таки по-всему, да? И на какую скамейку оштрафована. Момент. Бросовки опять мажет куляш. Очки. Но тут по-другому. Паршин за ворота. Диагональ не смотрелась. Так что глупо встучал уже. Дайте мне, дайте мне. А пошла диагональ на Певцакина. Ну и, как видим, динамовцы окончательно оформляют свою победу. Счет становится 6-2. И, как будто бы не имея к этому отношения, занимается тут... ...бухгалтерская. Густавсон, Паршан. Бросок и голы. Густавсон. 5-3. Вот такой результативный матч. Аж 8 голов на сегодня введен. Ой. Вот какие 8. 9-6-3. 6-3 в пользу. Вот седьмая и десятая суммарная залетают в пустые ворота. 7 шек в этом году авангард еще не пропускал. Здесь теперь авангарду дома играть очень часто. Как говорил герой известного фильма, я думал, что у вас тут буду сидеть. А платья и красиво. Ауангард.